Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в магазине появились контейнеры Скоро 45Т. Машина очень классная и, честно говоря, если бы машина стояла просто на продаже, я бы подумал над тем, чтобы ее купить. Все зависит от ценника. Но пока машину не выставляют за голду на продажу, выставляют в составе контейнеров. И из этих контов машина может выпасть вам с вероятностью целых 5%. Я не могу сказать, что это мало, но это в конце концов не настолько много, чтобы рисковать. Если вы хотите собрать прям всю машину, то вам для этого понадобятся талисманы. Ну и для того, чтобы забрать эту машину однозначно, вам понадобится целых 30 контейнеров. Потому что именно из 30 контов вы соберете 30 частей, я имею ввиду 30 талисманов, ну и, соответственно, заберете себе однозначно эту машину. Дорого? Да, безусловно, дорого, потому что если брать, допустим, по 10 контов, то получается более 65 тысяч голды за все это удовольствие. И мне кажется, что машина все-таки этого однозначно не стоит, хотя машина сама стоящая. Вот такой вот парадокс. Что там еще может упасть из контейнеров? Дело третье. Смотрите сами все шансы и взвешивайте свои возможности в отношении фарта и насколько часто вам что-то выпадает из контейнеров. Мое дело показать вам машину, такой, какая она есть, в принципе, как обычно, сделать абсолютно честный обзор на этого красавца. И я думаю, что этого с моей стороны более чем достаточно. Ну а там уже сами принимайте решение, открывать вам эти контейнеры или нет. Как я сказал, я не любитель, допустим, контов, потому что мне редко что-то из них выпадает. Ну а кто-то пишет по поводу того, что с контейнеров собрал практически все свои премиумные коллекционные машины, которые есть в ангаре. Что касается самой машины, она обладает довольно интересным барабаном, системой дозарядки. Она чем-то похожа на первых, точнее на втором, третьем и четвертом снаряде. Она чем-то похожа на Projet 65 на 10 уровне. А вот что касается четвертого снаряда, то он здесь присутствует. Это классно, но если вдруг вы его используете, то будете находиться на перезарядке первого снаряда целых 21 секунду. Поверьте мне, это действительно долго, потому что машина не отличается броней. Подвижность есть, но не настолько великолепная, чтобы можно было прям свилять куда угодно. Поэтому нужно принимать очень взвешенное решение, стоит ли отбрасывать четвертый снаряд и уходить на такое долгое время перезарядки. Но в целом, играя от трех снарядов, машина показывает себя действительно очень классно. Что касается времени сведения и разброса, то это мы все с вами заценим непосредственно в самой катке. Что касается урона в минуту, то я бы не сказал, что он какой-то высокий. Потому что урон в минуту 1840, но это не совсем правда. Потому что здесь разбрасывается время перезарядки на количество наносимого урона. А здесь все-таки разговор идет о 21 секунде. Если вы будете работать, допустим, одним снарядом по 4,5 секунды перезарядки, то там ДПМ вполне себе приличный, порядка 3000. Ну ладно, не будем вдаваться прям в такие глубокие подробности в отношении ТТХ. Отмечу только, что здесь есть очень комфортные минус 9 угол склонения орудия вниз, что позволяет комфортно отыгрывать. Что касается пробития. 252, но это с учетом того, что у меня установлен... Сейчас, секундочку. Калиброванные снаряды. Как вы видите, если поставите на вентиль, все становится очень печально. Я вам это потом покажу в сравнительной таблице. Что касается брони по машине. Брони, ребят, здесь практически нет. Но здесь есть приведенная броня. То есть вот эти вот все скосы брони, они суммарно дают довольно неплохие рикошеты. Да, пускай не сильно частые, но они, по крайней мере, есть. Особенно верхний бронелист. Хотя, с другой стороны, сюда, как правило, залетает исключительно случайно. Потому что передние бронелисты и нижний бронелист, они расположены так, что промахнуться практически невозможно. А особой броней они здесь, как видите, не обладают. То же самое касается бортов, кормы. Короче говоря, ребят, будьте готовы к тому, что вы играете на стандартной СТ-шке, которая не отличается каким-то крутым бронированием. Что касается сравнения с другими машинами. Как видите, если будете играть на вентиле, то у вас будет пробитие 240. И это прям совсем, совсем плинтусные показатели. Здесь могут похвастать таким уровнем пробития только Т-22СР и Объект 140-й. Но вот когда вы ставите себе на калиброванные снаряды, то ваше пробитие составляет уже 252 единицы. И это, можно сказать, один из лучших показателей на уровне среди средних танков. Причем, как проходных, так и коллекционных, в том числе премиумных. Хотя, по большому счету, премиумных машин на уровне всего 2. Это 121-й Б и это у нас М60-й. Все, больше премиумных машин нет. Есть только коллекционки и проходные тачки. Падает немножко ДПМ, то есть вернем вентиль. Как вы видите, по ДПМу здесь типа 3000. Но если ставите на калиброванные снаряды, то падает всего на 50 единиц. Поверьте, лучше этим, в принципе, пренебречь и получить пробитие, которое будет позволять вам нормально бороться с вашими соперниками. Что касается альфы, 380 очень приятно, с учетом того, что вы играете на барабане. Вот, можете посмотреть на Проджету, допустим, ту же самую, 65-ю, которая является проходной машиной на 10 уровне. И, как видите, она уступает по ДПМу, она уступает по пробитию. Ну, окей, да вот так вот поставим, так будет более правильно. В таком случае не уступает по пробитию, но существенно уступает по ДПМу. И я бы сказал, что количество выстрелов, как вы видите, в минуту у них практически одинаковое. Почему я и говорю, что на КОРО играть очень комфортно, точно так же, как и на Проджете. Только имеете дополнительные еще снаряды в магазине, которые, возможно, вам понадобятся для того, чтобы доврать своего соперника. И если у вас есть дальше время на то, чтобы перезарядиться и не умереть в процессе перезарядки в течение 21 секунды. Что касается скорости, чуть-чуть уступает Проджете, но я бы не сказал, что вы это там существенно заметите. Немножечко чувствуется вялость сдавать назад, но опять-таки дело привычки. Что касается доходности, машина доходностью не отличается. По имеющейся у меня информации, ее доходность составляет 85%. Но информация у меня не точная, поэтому не могу утверждать. В любом случае, это явно не фармер, поэтому покупать машину ради фарма однозначно не стоит. Что касается результативности машины, как вы видите, 56%, при том, что 500 игроков играло на ней. И в принципе, это довольно неплохой показатель. Он уменьшится, безусловно, где-то до 53-54%, если ребят, играющих на данной тачке, станет больше. Но пока показатель такой, как вы видите, это лучший показатель на уровне. Единственное, что, обратите внимание, Т-22СР имеет 1000 игроков, играющих на ней. И при этом имеет практически 54%. Ну, я считаю, что это действительно справедливый показатель. И где-то вот как раз 53-54% будет результативность данной машины, если она станет более популярной среди игроков. Все, что можно было обсудить по данной тачке, ребят, мы с вами обсудили. Теперь давайте возьмем машину и попытаемся заценить ее непосредственно в самом бою. Итак, друзья, поехали. Как вы видите, сейчас, если я сделаю выстрел, то время перезарядки между снарядами будет составлять 3,5 секунды. А дозарядка потраченного снаряда будет составлять 4,6. Стоит отметить, что Коро один из тех танков, которые прям подпрыгивали. Подпрыгивали и хлопали в ладоши, когда узнали о том, что разработчики собираются внести изменения в игру. И в этих обновлениях игры сделать так, чтобы на начало боя все ребята уже были с заряженными орудиями. Дело в том, что на данной машине заходить в бой было не очень интересно, потому что когда вы заходили в бой на данной тачке, то вы должны были подождать целых 21 секунду, пока у вас зарядится первый снаряд, потом дождаться, пока зарядится второй, потом третий, и только потом у вас было 4 с копейками секунды на то, чтобы можно было откинуть все 4 снаряда. Вот так вот получалось. Ну а сейчас, ребят, на Коро играть очень комфортно. Сразу в начале боя вы имеете полный магазин снарядов. Если отыгрывать от одного снаряда, то получается очень бодро. В то же время, если вдруг есть необходимость, то вы можете вполне спокойно кинуть еще один выстрел и еще один выстрел, особенно если вы играете с поддержкой ваших союзников. Короче говоря, Коро это одна из моих, как там, мечт, да, получается. Я бы с удовольствием приобрел себе данную машину. Внешний вид у тачки действительно легендарный. Мне лично очень нравится. Я спокойно отношусь к Аму и никогда не видел смысла отдавать стоимость премиумной машины какого-нибудь там седьмого, а порой и восьмого уровня за внешний вид тачки десятого уровня, допустим. Но вот этот внешний вид действительно мне заходит. Я еще снежную пушку сверху поставил. Во-первых, она подходит под цвет самого корпуса, а во-вторых, она довольно прикольно смотрится, когда отстреливает. Но сейчас поступил, конечно, я не очень хорошо. Слился как баран. Надо было немножко обождать. Не рассчитывал я на то, что бабаха меня так вот с легкостью прям доберет. Заговорился с вами и немножко неаккуратно сыграл. Дождемся сейчас результатов боя. Пока хочется отметить, что, как вы видите, спереди брони нет. Да и плюс к тому это все-таки была бабаха. Но в целом машина очень бодрая. Мне лично заходит на все сто. Если бы меня сейчас спросили, какие машины десятого уровня я хотел бы поставить себе в ангар, то Коро однозначно вошел бы в тройку лидеров. Это действительно очень комфортная, интересная, веселая машина. И что самое классное, данная машина, по крайней мере, мне доставляет удовольствие, когда я на ней играю. Для меня самое важное кайфовать в боях. Для меня самое важное получать фан, получать удовлетворение от игрового процесса. Мне не важны фарм, серебра, по крайней мере, не настолько важны, как для многих. Мне вообще не важна моя статистика. А вот то, с какими я чувствами выхожу из боя, вот это для меня действительно важно. И Коро меня радует и очень сильно. Да, я радуюсь на нем, играя на пресс-аккаунте, но все равно мне заходит. Что касается фарма, 32 тысячи с учетом према, я не могу сказать, что это много. Но что касается результативности, то я бы не сказал, что это действительно потолочный показатель для машины. В целом, я не сильно подкованный игрок, не сильно крутой танкист. Но своих 2,5 тысячи за бой я на данной машине вывожу. Просто в зависимости от того, как бой сложится. Ну что, попробуем еще раз. Поехали. А там дальше поговорим. Ну что, поехали. Попытаемся чего-то сделать. ГСН, как вы видите, в топе. Значит, вся команда будет с победой. По крайней мере, будем на это надеяться. Будем надеяться, что рифма не сработает. Как вы видите, подвижность у машины действительно классная, действительно удобная. И это один из однозначных плюсов данной тачки. Нет никакой вялости, нет никакой скудности. Все очень бодро, все очень классно. Но давайте, поддерживайте меня хоть кто-нибудь. Это, конечно, хорошо. Мне сейчас придется разрядиться. Выехал на два барабана. И, как я понимаю, сейчас будут очень большие проблемы. Ну, последний снаряд я сэкономил. Это уже хорошо. Хорошо, что здесь был Е50М. Потому что эти двое товарищей довольно быстро разобрали бы меня со своих барабанов. И дальше мне было бы очень-очень грустно. Так, смотрим, что там происходит. Объект 268. Сейчас попытаюсь проскочить. Если проскочу, то, может, буду еще полезен своей команде. Ну, а если нет, тогда будет беда бедовая. Братка, 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 ты же сейчас мне весь обзор перекрыл. Ну, ладно. Закинули уже хорошо. Дальше у нас скорострельный есть ФВ. Подождем, пока он начнет чего-то делать. Эх, не хватило немножко. Чуть-чуть не хватило. Ну, ладно. Давайте попробуем его объехать. И, как вы видите, у меня опять 4 снаряда в магазине. В принципе, если бы здесь было двое соперников, допустим, то я бы мог вполне спокойно доразбирать. Так, по точности, ребят, может, сейчас попробуем. Не уверен, что получится, но вот заценить точность на дальних расстояниях. Вот орудие сейчас у меня в сведенном состоянии. Как видите, разброс, я бы не сказал, что прям комфортный. Ну, а что касается точности, ну, давай еще чуть-чуть. Ну, не сказал бы, не сказал бы, ребят, что на дальних расстояниях орудие какой-то точностью действительно отличается. Есть машины более интересные, более бодрые. Те, на которых действительно, ну, получается. Получается очень часто точно отстреливать на дальних расстояниях. Здесь же все же есть, ребят, минусы. Одним из минусов является скорость полета снаряда на дальних расстояниях. То есть, пока твой снаряд долетает, твой соперник успевает отъехать. Поэтому немножко приходится давать упреждения. Ну, а вот что касается наличия барабана, то сейчас, как вы видите, пользуясь случаем, что называется, я отбросил последний снаряд, просто понимая, что таким образом я поддержу Ягу Е100, которая там практически добранная, и сделаю плюс-минус шотный мтяж, который действительно там мог беды наделать. Вот такой вот он барабан КОРО. Очень интересный, очень нестандартный. И если вы играли на проджете 46-й, на проджете 65-й в частности, потому что первыми тремя снарядами машины очень похожи между собой по тактике их использования, то, ребят, эта машина однозначно вам подойдет. Ну, вот вам, пожалуйста, практически 3000 единиц нанесенного урона, 52 тысячи фармом с учетом прем-аккаунта. Если без учета прем-аккаунта, то будет похуже, будет неполное 30. Но, ребят, машины 10-го уровня предназначены для того, чтобы на них получать удовольствие, а не фармить серебро. Поэтому, если вам нужны фармеры, вам явно не на 10-й левел. Вам где-нибудь на 8-м бы кататься, и тогда фармите себе спокойненько, допустим, на том же самом Левчике, который имеет 185% коэффициент, либо Супер Першин. Короче говоря, фармищих машин, ребят, у нас хватает. А вот машин, которые действительно доставляют фан и удовольствие, можно пересчитать по пальцам. И Коро однозначно один из претендентов на то, чтобы попасть на вот эти вот пальцы для пересчета. Вот такой вот он Коро 45Т. Открывать или не открывать контейнеры, ребят, как я уже говорил, решайте самостоятельно. Я вам показал машину, такой, какая она есть, руками обычного среднестатистического игрока. Я не киберспортсмен, я не статист. Я обычный игрок, такой же, как и большинство из вас. Если вы за честность обзоров, обязательно подписывайтесь вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас, вот здесь, в правом нижнем углу, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А еще посетите мой Дискорд, где много-много всего интересного, в том числе сможете пообщаться с искусственным интеллектом. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok